Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественными организациями. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, вместе мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач, в которых вы, уважаемые телезрители, знакомитесь с новыми лицами общественной палаты Одинцовского района. Сегодня в наших гостях комиссия, которая занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Вне всякого сомнения, общественная палата еще прежнего, второго созыва, по большей части принимала вопросы, пожелания, жалобы именно в комиссию по ЖКХ. Так что, если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, если вы хотите узнать, как новые люди в общественной палате будут заниматься вопросами ЖКХ, звоните. Мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня. Сергей Михайлович Ерш. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Михайлович, теперь председатель комиссии, который занимается как раз-таки вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Огромная ответственность. Прекрасно понимаю. Сегодня мы с вами, пожалуй, поговорим как раз-таки про то, как вы видите вот эту вашу работу на ближайшие годы. Что считаете наиболее актуальным, наиболее интересным? Ну, что бы я хотел сказать. А давайте мы еще с вашим коллегой познакомимся. Да, пожалуйста. Андрей Иванович Глазунов сегодня также в нашей студии. Впервые. Добрый вечер, Андрей Иванович. Добрый вечер. Вы заместитель председателя, насколько я понимаю, комиссии по ЖКХ. Да, точно. И при этом, при всем, это ваше непосредственно первое полноценное членство в общественной палате и вообще в общественной какой-то организации. Верно? Верно. Андрей Иванович, ну расскажите, пожалуйста, чем вообще занимаетесь, почему решили в общественную работу пойти? Андрей Иванович, ну занимаемся одними и те же делами, в принципе, строительством. Ну, проблемы какие-то возникают у людей. В стройке, там, дольщики. Дорогами занимаемся. Транспортом занимаемся. Ну, это вы имеете в виду ваша комиссия непосредственно. А я больше про вас хочу узнать. Я человек, в принципе, независимый, мобильный, как Сергей Михайлович выражается. Предприниматель. Предприниматель, ни от кого не завишу. То есть выезжаю, в принципе, по всем вопросам, если так честно. А если не секрет, каким бизнесом занимаетесь? У меня свой технический центр. Автомобильный. Автомобильный, да. Ремонтируем. Помогаем тоже людям, в принципе. А вы в Одинцовском районе с недавних пор гость или уже давно живете? Или уроженец Одинцовского района? Ну, родился я в Нижегородской области. Если помните, наверное, с Рафимом Саровским, с Сарова самого. О, святые места. Да, святые места. Живу здесь 20 лет уже. То есть с армии, как в армию попал. С 90-го какого-то там года, да? С 95-го. С 95-го года. Живу уже 22-го. 22-го. Уже 22-го года. Получается, то есть, что вы непосредственно район все-таки знаете, да? Вы знаете его проблемы, знаете, что, где у нас, как работает, верно? Да, конечно. Ну, я так понимаю, если бы вы исключительно знали о том, что у нас прекрасно работает и все здорово, наверное, вы бы в общественную работу не пошли. Как правило, общественники, активисты, это люди, которые хотят что-то исправить, сделать лучше и так далее, верно? Верно, да, конечно. Ну, вот вас непосредственно что интересует, почему решили активистом стать? Ну, все-таки, наверное, хочется какую-то пользу принести в родному городу и вообще людям тоже, которые там помочь в плане реализации тоже для себя тоже хочется. Не просто так там заниматься бизнесом и все. Для души. Для души, да. Люблю честно этим заниматься, то есть, помочь чем-то. То есть, вижу, что могу это сделать просто и поэтому только. Вам непосредственно, ну, вот лично, какие направления наиболее интересные? У нас действительно комиссия по ЖКХ занимается целым спектром вопросов. Вы, в общем-то, их все и озвучили. Ну, не все, пожалуй, многие. А непосредственно вот вам интересно лично, что наиболее? Ну, как-то сложилось, что Сергей Михайлович, он изначально в том созыве еще познакомился сразу. Понимаем друг друга очень хорошо, слышим там. И, в принципе, все, наверное, знают, что тоже дорогой занимался Сергей Михайлович. И бывший военный. То есть, я тоже бывший военный. То есть, очень много знакомых. То есть, строительством именно занимался, когда служили в Министерстве обороны. То есть, я, конечно, знаю, что такое строительство. По наслышке. По не понаслышке, какие-то вещи, конечно. По дороге Сергей Михайлович меня вот натаскал. Еще так научил очень много, когда экспертным консультантом я был. Ну что же, Андрей Иванович, Сергей Михайлович, мы сейчас продолжим эту беседу. У нас уже имеется один звонок от нашего телезрителя. Предлагаю с ним поговорить, а потом продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Я извиняюсь, может, не по плану, я хотела бы задать вопрос. Когда же наведут порядок во дворах Свобода-2? Месяц не убирается двор. Как забрал город? А что, извините, там конкретно происходит? А что конкретно там? Ну, дорога около дома не убирается. Не только в нашем доме, и Свобода-2, и Свобода-4. Все эти наши дома, трансэндж-строй, которые забрали, вот месяц не убираются. Утопаем в мусоре. Скажите, пожалуйста, а вы обращались в управляющую компанию? Вообще, каким образом у вас раньше мусор вывозился? Да, у нас было трансэндж-строй, когда убирали. У нас такой порядок, такая чистота была. И дороги, и тротуары, в подъездах чистота. Но у нас в подъездах и сейчас чистота. Тротуары подметают. А вот сама дорога вся в мусоре. Даже на лавочку выйти нельзя. Ветер метет, все в глаза. Повторю вопрос. А вы обращались непосредственно в ответственную компанию? Что вам ответили? Обращалась я к кому? Сейчас скажу. ЖКО, там 590 телефон. Ну, телефон непринципиален, в общем, вашей управляющей компанией. Обращалась. А что вам ответили? Мы не можем сейчас, пока у нас нет людей. Пока вот ничего не можем сделать. Обещали нам и ремонт дороги сделать. Новый, как бы мы звонили, что в бюджете заложено все. Ремонт полной дороги будут, тротуаров. Но ничего не делается, даже не убирается. Скажите, а называли ли вам какие-то конкретные сроки? Потому что кормить завтраками у нас любят в стране, к сожалению. А вот конкретно ничего не называли? Конкретно? Вот звонили мы, когда я разговаривала, в мае. Ну, вот погода установится, будем делать. Вот погода установится, и вот уже погода и установилась. И никаких сдвигов нет. Скоро морозы уже ударят. К вопросу о погоде. Спасибо большое, что вы нам звонили. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы сегодня именно ЖКХ обсуждаем. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, звоните. Работаем для вас в прямом эфире. У нас сегодня профильная комиссия. Телефон 508-86-84. Сергей Михайлович, наверное, к вам непосредственно вопрос. Вы знаете эти адреса? Да, адреса известны. Действительно, они уже в контракте на ремонт стоят на этот год. Единственное, что, конечно, видимо, надо будет уточнить согласно графика. И окончательно граждане сказать женщине, когда и в какое время будет планироваться ремонт внутри дворовья. Ну, смотрите, ремонт это, на самом деле, вещь, конечно, полезная и, в общем-то, необходимая. Да, но что с мусором? Ведь если действительно месяц не убирает мусор, это можно представить, что там происходит? Здесь у меня тоже, в общем-то, вопрос. И этот вопрос надо адресовать управляющей компанией. В общем-то, не ответ о том, что нет персонала, что не могут убрать и так далее, и так далее. Это чистая халатность, я считаю. Это ведь, пожалуй, вопрос непосредственно компетенции. Если организация, насколько я понимаю, ну так, взгляд профана со стороны, если организация берет на себя ответственность за территорию, она автоматически подписывается, что мы готовы здесь работать. Мы не обязаны мусор убирать, установлены в соответствии с графиком, поэтому дорога, конечно, должна быть убрана, чистая, и здесь, в общем-то, непонятно, почему дорога выпала, так сказать, из графика уборки. Этот вопрос мы возьмем на контроль. Скажите, пожалуйста, а что конкретно сейчас вы будете делать? Конкретно по этому случаю? Завтра с утра мы просто-напросто свяжемся с управляющей компанией, мы уточним, прежде всего, почему не убирается, в чем истинная проблема и так далее. Ну, в конечном итоге, ну, потребуем, если это будет достаточно, обратимся в административные органы для того, чтобы пантехинспекция это дело выехала на место, посмотрела, но туда уже будет с последствиями, с какими-то штрафными санкциями. Ну, будем надеяться, что без этого пойдется. Я думаю, что будет без этого, да. Сергей Михайлович, мы, конечно же, записали контактные данные женщины, которая сейчас звонила, если вам понадобится, вы, в общем-то, сможете с ней связаться, непосредственно на месте узнать и посмотреть, что там происходит. Ну что ж, давайте вернемся к нашему вопросу, Андрей Иванович. Вы рассказывали о том, непосредственно, почему решили заняться общественной деятельностью Сергеем Михайловичем с дорог, я так понимаю, вы начали, правильно? Правильно, да. Первые обращения у нас поступили еще когда вот по платному обходу, северный обход города Одинцова, по недостаточному количеству пешеходных переходов. Вот тогда мы впервые столкнулись, когда граждане, жители, обратились в общественную палату, почему не было оборудовано достаточное количество пешеходных переходов. Это в районе Зутинской трассы, в районе Трехгорки, люди требовали и так далее. А там проблема... И проблема, она такая долгосрочная такая. А не просто были, там большие были дистанции между этими переходами? Да, то есть дистанции для переходов и оборудованы надземные переходы, их недостаточно. То же касается и в районе Гусарской баллады, там планировался пешеходный переход, и все это должно было, так сказать, выполнено быть в графике Автодора. Но вот уже прошло, наверное, четвертый год, и этот вопрос так он, в общем-то, и завис. Переходов не прибавилось на платной дороге, и жители, в общем-то, недовольны тем, что вот у нас появилась такая хорошая дорога, но не могут они ее перейти. Ну, понятно. А ваши конкретные действия по этому вопросу? У нас этот вопрос на контроле. Мы общаемся и с Автодором, потому что данные работы должны были включены в программу безопасности дорожного движения на данной дороге, и заложено финансирование под это дело. Ну, сроки все вышли, может быть, будем дальше поднимать переписки по этому вопросу. Мы сейчас поговорим, потому что вопрос действительно важный, интересный, актуальный, как говорится. Сейчас у нас есть еще один звонок, поговорим с телезрителем, потом продолжим. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Напротив детского сада, 21, новоспортивная, 6 дом, есть детская площадка. Там постоянно прокладывают теплотрассу. И теперь детскую площадку превратили, ну, в общем, там ее теперь уже нет. Стройка идет, да? И сейчас дети, Красногорская, 8, сегодня вечером иду с работы, там столпотворение. Все дети, вот с этого района, все вот на этой площадке. У меня вопрос, когда восстановят эту детскую площадку? Традиционный вопрос, который мы всем нашим телезрителям задаем с подобными вопросами. А вы непосредственно обращались, да, в компанию, которая должна вообще следить за этой детской площадкой? Что они вам ответили? Нет, я не обращалась. А там, простите, хотел бы уточнить. Это связано со строительством пристройки гимназии номер 14? Может быть, с этим связано? Нет, это дворовая площадка детская. А там непосредственно в чем дело? Там складируют какие-то материалы или там... Там теплотрасса, наверное. Теплотрасса, да, прокладывают? Да. Поняли вас. Ну, это пятый раз. Поняли вас, спасибо большое. Пятый раз. Ну, видимо, надо дождаться, когда закончат теплосети прокладку теплотрассы и восстановят детскую площадку, другого быть не может. Вы помните, предварительно встречались на предыдущих передачах, когда с управлением городской хозяйственной коммунальной нам объясняли ситуацию, что не все детские площадки стоят на кадастровом учете. Как правило, в зоне ответственности, в полосе, будем говорить, в охранной зоне теплотрассы, они имеют право, так сказать, демонтировать. Но это связано прежде с тем, что нет информированности, и график ремонта теплотрасса должен быть согласован с администрацией, и люди должны заранее знать, что эта площадка временно будет демонтирована, в какие-то сроки будут установлены и так далее. А они обязаны в дальнейшем опять ее установить? Конечно. Конечно, обязаны. Они обязаны ее установить. Если, допустим, демонтажу подвергается площадка, которая уже не соответствует каким-то стандартам современным, то, что там сто лет назад было установлено, опасно, некрасиво и так далее, они обязаны вернуть все в таком виде? Скорее всего, нет. Это уже вопрос взаимодействия между тепловиками, допустим, теплосетью и местной администрацией, потому что такие площадки, они уже глупо, так сказать, их просто-напросто ставят на старое место. Эти старые конструкции, которые уже выслужили, установлены все сроки и так далее, можно действительно включить в график замены. Действительно. Особенно с учетом того, что у нас есть довольно конкретные четкие стандарты по детским площадкам. Конечно, для детских площадок и монтировать вновь, так сказать, эти старые конструкции нет смысла. Я правильно понимаю, что вы будете связываться с, опять же, сотрудниками, которые занимаются теплотрассой, уточнять... Прежде всего, мы переговорим с городской администрацией и уточним, какие планы на эту площадку, как она будет... Просто, опять же, получится странно, если, например, непонятно, на чем учете стоит эта площадка, ее демонтировали, и что с ней дальше будет? Согласен, Светлана. Дело в том, что, вот вы правильно говорите, зачастую у нас нет информированности. То есть, вот происходит нет взаимодействия, нет информированности, граждане не знают. И в таком небытие пребывает и неделю, две, и три, и это тянется, это вызывает раздражение у жильцов. Поэтому проще людям заранее, так сказать, информировать о том, что в такое-то время будет меняться теплотрасса, будет то-то, то-то делаться, демонтироваться. Вот в такое-то время... Тем более, если женщины, действительно, говорят, уже пять раз прокладывали теплотрассу, видимо, там даже не три недели уже, кто знает. Да, я с вами согласен. А у нас есть еще один звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я тоже к вам с аналогичной просьбой и вопросом. Когда у нас во дворе будет чистота и порядок? А у вас адрес какой вашего двора? Можайское шоссе, дом 107. У вас тоже не убирают? Да, наш дом относится к траншинстрою. И до 1 июля мы не знали горя. У нас была чистота и порядок во дворе. А сейчас, напротив первого подъезда, где у нас, напротив подъезда лавочки находятся, напротив первого подъезда навалена щебенка, там, где паркуются машины, и на газоне. Никто не убирается. Напротив второго подъезда брошена покрышка. Следует. Туда уже ее превратили. Кто бутылки бросает, кто чего. Ну, в общем, полное безобразие. Не окашивается у нас газон. У нас такого бардака с нашей компанией траншинстрой не было, как сейчас. Нас отдали в управление жилищного хозяйства по логоустройству. Я туда тоже звонила. Что сказали вам? Что все уберутся. Но и вот сны не там. Рядом школы четвертой. Там такой репей вырос, лопух. Выше человеческого роста. Вы извините меня, я волнуюсь. Никогда у нас такого безобразия не было. Зачем от нас забрали, сократили дворников? Зачем нам нужна такая компания? Так и хочется закричать. Руки прочь от нашего траншинстроя. Прекрасно вас понимаю. Даже дело не в компании. Даже, знаете, дело не в компании, а в том, что... Наши дети были семейные пары. Они все вылизывали здесь. Ну, это уже, да, это уже крик души человека. Это крик души, действительно. Здесь нужны экстренные меры просто. Вы знаете, в чем дело? Я с вами абсолютно согласен и вас понимаю. Я повторюсь, дело даже не в компании. Управляющая какая там была, стала. Дело в том, что вы живете в Одинцовском районе, который всегда отчислился одним из самых зеленых, благоустроенных и красивых районах Подмосковья. К вам люди всегда приезжали и приезжают погулять с детьми, походить на культурные программы и так далее. И дворовые территории это всегда были, в общем-то, территории. Это была гордость. И, в общем-то, остается Одинцовского района. Так что спасибо большое за ваш звонок. Спасибо, что вы вообще рассказываете о том, что подобное бывает. Всякое в жизни случается. Что-то замалчивается. Где-то просто халатность, где-то недосмотр. Не будем прям сразу давайте всех собак спускать на новую управляющую компанию. Я так понимаю, вы постарались разобраться. Да, мы обязательно с УЖХ свяжемся и узнаем, почему это уже второй звонок с такой же аналогичной ситуацией. Действительно. При том, что, опять же, компания ведь огромными территориями занимается и где-то никаких вопросов вообще не возникает. Согласен, да. Ну что же, давайте вернемся к нашему вопросу. Андрей Иванович, про вас мы говорили, опять же. Скажите, пожалуйста, вы ведь хоть и сейчас стали в третьем САЗе полноценным членом общественной палаты, раньше, я так понимаю, Сергей Михайлович обмолвился, вы работали как консультант-эксперт, правильно? Да. А долго работали? Весь ОЗИВ. Три года. С самого начала, да. Три года. Это же огромный срок, а почему не решили сразу стать членом? В принципе, полномочия-то не сильно отличаются, если кто-то знает. То есть задача поставлена, может кто-то член поехать с общественной палаты, может эксперт-сультант поехать. Исполнял те же самые функции практически, неважно. Я сразу скажу, грамотно, правильно, поэтому и стал, наверное, членом общественной палаты. Вот я о чем говорю, видимо, все-таки разница какая-то есть, если бы не было, вы бы, наверное, и сейчас были бы консультантом-экспертом и не тужили бы, почему решили членом стать? Пригласили я, как бы так, и не оказался. Прошел по-разному, полноценное членство и приятное, и все-таки полномочия, конечно, больше, чем у обычного рядового консультанта-эксперта. Ну и все-таки растем, как-то, и хочется же тоже вырасти в чем-то. Действительно, ну нет, ну вы неплохо выросли за председателя комиссии, это действительно впечатляет. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приезжали, я думаю, когда в следующий раз мы с вами увидимся, вы уже так более плотно втянетесь в работу комиссии и расскажете уже о конкретных проектах, планах и так далее. А сейчас я предлагаю вам, а также нашим телезрителям посмотреть на одну из программ, которые выполняются сейчас в Подмосковье, не только в Одинцовском районе. Это губернаторская программа Московской области, которая связана с ремонтом подъездов. Много, много, к сожалению, жалоб, да и не только жалоб, еще и замечаний, пожеланий от наших жителей постоянно приходят в адрес администрации муниципалитетов, в адрес общественных организаций о том, что где-то что-то стоит в подъездах исправить, дополнить, сделать лучше. И, собственно, муниципальные власти Московской области обратили на эти просьбы внимание, непосредственно была запущена губернаторская программа, которая называется «Мой подъезд», в рамках которой происходит, знаете, конгломерат, происходит софинансирование этих работ по ремонтным вот этим вот мероприятиям. И давайте мы сейчас с вами посмотрим непосредственно на конкретном примере, на примере Ново-Ивановского, как эти подъезды ремонтируют, что с ними делают. Основная особенность губернаторской программы «Мой подъезд» — это подход властей к софинансированию работ. Местные жители напрямую оплачивают лишь 5% затрат. Остальное — это государственные средства. На территории городского поселения Ново-Ивановска ремонтируется 34 подъезда. Сегодня мы находимся по адресу Мечилина, дом 3. Третий подъезд уже в протяжении двух дней ведутся работы, продолжается реализация губернаторской программы по просьбе жителям. В соответствии с утвержденной программой, графиком, работа выполняется в срок. Срок — это всего одна неделя. На объекте ежедневно работают несколько специалистов. Им предстоит заменить светильники, почтовые ящики, провести окраску стен и многое другое. Также будет осуществлена укладка кабелей и замена плафонов в подъезде. Конкретно сейчас какие работы идут? Покраска стен в подъезде и потолков. С проектом можно ознакомиться на сайте меняемподъезды.ру. Точный адрес вы видите на экране. Там указаны адреса домов и размещен список конкретных подъездов, которые власти планируют привести в порядок до конца этого года. Субтитры предоставил DimaTorzok На этом портале, который в сюжете вы могли адрес увидеть, повторюсь, это меняемподъезды.ру. Можно даже по-русски кириллицей вбивать, например, в Яндексе или в Гугле, вы все равно найдете и поймете, о чем идет речь. Так вот, там можно непосредственно отслеживать, в каком подъезде, что, когда будет делаться. На некоторых адресах даже установлены специально веб-камеры, где вы сможете в прямом эфире действительно в любое время дня и ночи посмотреть, что сейчас на объекте происходит. Так что, пожалуйста, уважаемые телезрители, участвуйте. Это действительно непосредственная возможность. Если у вас плохой подъезд, если у вас что-то там совершенно страшное, или даже если он у вас хороший, но вы хотите его как-то улучшить. Это действительно реальная возможность повлиять на судьбу вашего дома, вашего подъезда. Повторяю, меняемподъезды.ру. В наших гостях Антон Алексеевич Андреев. Здравствуйте. Антон Алексеевич, вы у нас уже были, нет необходимости вас снова представлять нашим телезрителям. Вот буквально пару слов. Конечно, это не вопрос общественной палаты. Вы, по большей части, занимаетесь проблемами. С программой губернаторской пока, слава богу, проблем никаких нет. Но чисто вот ваши отношения, как общественников, которые повидали разные подъезды. Стоит подобные программы вообще проводить? В чем их необходимость? Зачем они нужны? Светлана, я хочу буквально два слова сказать. Действительно, очень нужное, очень важное мероприятие, которое действительно в комплексе, каждый подъезд переоборудуется и по какому-то единым стандартам, что очень положительно влияет. Я могу буквально одно сказать, что никаких у нас обращений от граждан по ремонту подъездов у нас просто не поступало. Это говорит о том, что жители довольны. Это очень важно. В рамках этой программы вы имеете в виду, да? Да, да, да. На сегодняшний момент у нас не поступало, чтобы где-то некачественно сделано или где-то не так был правильный подход, так сказать, к ремонту произведен и так далее. Не было ни одного обращения. Жители довольны. Я правильно понимаю, если какие-то сложности будут, вы, конечно, подключитесь к этому вопросу и будете непосредственно... Да, у нас есть эксперты, которые осуществляют строительный контроль, они подъедут обязательно. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Я хотела бы вам задать вопрос по поводу нашей управляющей компании, улицы Белорусской, дом номер 3, Новый Микрайон, 9-й. Вы меня извините, пожалуйста, можно еще один раз повторить адрес? Белорусская улица. Никаких газонов, ничего не делайте. И ходил товарищ один, косой, так криво все скотил, и некоторые лопушки так остались стоять. Это одно. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас когда-нибудь будут какие-то дороги, чтобы нам выйти из дома и проехать в центр, не покачающимся подмостком? А почему у вас помостки там? Что-нибудь будет в связи? А почему у вас помостки там? Или только на Минское шоссе выезжать, выходить, или вы на велосипеде двигаете? Подождите, а вы скажите, пожалуйста, а почему у вас там вообще помостки? У вас же там какая-то дорога была когда-то, или из-за чего такая ситуация возникла? Когда ее не было, ее не было никогда и нет. Потому что там поставили шла в балл, выехать нельзя. Спасибо большое за звонок, Сергей Михайлович. Судя по тому, что он не обяснил вообще. Микрорайон достаточно сложный. У них нет, будем сказать, даже прямой связи с городом, с восьмим микрорайоном. Девятый микрорайон, он оторван. И люди каждый раз вынуждены попасть в поликлинику, допустим, им нужно обязательно выезжать на Минское шоссе. И заезжать в микрорайон опять с улицы Восточная, опять по Минскому шоссе. Вы можете представить о том, что на сегодняшний момент девятый микрорайон фактически оторван от города. Нет прямой улицы или прямой дороги, как сказала женщина, для того, чтобы они могли пройти. Есть там настилы деревянные, мосток, где они вдоль пруда проходят. Между прудами там есть такая дамбочка, по которой они могут пройти или через деревню Бубкино и так далее. Но это не решение вопроса транспортного, вопроса с этим микрорайоном. Он вот так-то, в общем-то, достаточно в сложном состоянии. Из-за чего вообще такая ситуация возникла? Мы живем не в строящемся, знаете, в новом городе где-нибудь, на Урале, где нет недорогой инфраструктуры. Да, здесь, ну вот такая ситуация возникла как-то, потому что там, видимо, связано было с землями. Земли это были совхозы Матвеевского и примыкающие земли там городскому поселению. И для того, чтобы там что-то построить, естественно, нужно было решать земельные вопросы, чтобы построить там вот эту связь, перемычку. Но ее нужно делать, ее нужно включать, и возможности, видимо, там в администрации проекта есть по этому вопросу. Но это нужно просто реализовать, просто реализовать. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то конкретные сроки? Потому что, ну, нужно реализовывать. Ну, мы понимаем, что нужно реализовывать. А вообще, кто этим занимается? Какие вот сейчас прогрессы вообще на этот счет происходят? Ну, вы знаете, как у дорожников есть такой разговор о том, что дорожники оцениваются не по количеству ремонта, а по количеству построенных новых дорог. Вот, к сожалению, вот сейчас единственное, что у нас строится в городе, слава богу, это путепровод, который соединит центральную часть города с восьмой микрорайоном. Это, будем говорить, некий путепровод, дорога, связующая ниточка, которая новая появится. До этого был построен еще кусочек этого путепровода, был 2010 год. С этих времен больше новых дорог нигде ничего не прокладывалось, будем так говорить. Я имел в виду вот по городу. Я не беру сейчас в целом Одинцовский район и, так сказать, другие автомобильные дороги. Как правило, это были ремонты, 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 ремонты. А здесь действительно нужно подходить комплексно, нужно строить, делать. Я вас понял, Сергей Михайлович, еще один у нас зритель звонит сейчас в прямой эфир. Здравствуйте, мы вас слушаем. У меня вопрос такой. Мы проживаем в городе Одинцово по улице Северной. В частности, 52-й дом, пятиэтажные дома. В наших домах ремонт не производился уже в течение, наверное, 30-40 лет. Мы не попадаем в губернаторскую программу. Мы обращались в жилищную инспекцию, которая была в нашем подъезде. Мы говорили, сказали, что меры будут приняты. Но прошло 4 месяца, и наша управляющая компания меры не принимает. Скажите, пожалуйста, куда нам уже обращаться непосредственно? Ну, во-первых, вы правильно сделали, что к нам обратились. Потому что, по меньшей мере, вы сейчас на весь Одинцовский район рассказали, что у вас происходит. Конкретно адрес назвали. А скажите, пожалуйста, а что конкретно у вас в подъезде? Какого года постройки дом? Что в нем вообще не так? Он сырой? Постройки 1972 года. Ремонт не производился уже в течение 30 лет. В подъезде идет плетень, грибок, проводка, соответственно. У нас были проблемы с проводкой. Так это опасно, конечно. Их сейчас, знаете, вот в том же Ново-Ивановском, например, который сейчас в сюжете был, там старую проводку, во-первых, вообще убрали, новую проложили. Ее еще и упрятали в кабель-канал для будущей безопасности. А если у вас последний раз ремонт был 30 лет назад, ну это же совсем дичь. Да, наш жил, номер 10, ну я не знаю, как они сейчас, какой номер, ну наша управляющая компания, значит, нам сказала, что в конце июля будет производиться ремонт в нашем подъезде. Значит, сегодня у нас на данный момент 3 августа. Ну, второе пока, но это не суть, конечно. Ну, июль-то уже явно закончился. Ну, 2 августа на исходе. Вот. И мер никаких не принимается. Я хочу просто задать вопрос. Какие дальнейшие наши действия, куда нам обращаться? Спасибо большое за звонок, Антон. Я так понимаю, вы готовы что-то сказать на этот счет? Ну, вот тут вопрос возникает. А управляющие компании, они что отвечают? Это будет ремонт производиться из фонда капитального ремонта, или это будет за средства там какие-то управляющие компании? То есть, насколько там глобальный ремонт? А скажите, вы еще на линии у нас находитесь? По всей видимости, уже нет. Ну, судя по тому, что женщина сказала первое, что у них дом не попадает в губернаторскую программу, и, б, значит, ремонт будет до конца июля, значит, видимо, средствами местными. ЖЭО обещал. Да, видимо, управляющая компания собирался. За счет управляющей компании, да. Ну, тогда, конечно, необходимо в управляющую компанию, да, обращаться. То есть, тоже мы обратимся в управляющую компанию буквально на этой неделе, постараемся, может быть, там, в начале следующей недели, постараемся завтра даже все это взять. И обратимся и узнаем, какие сроки, и обязательно свяжемся. Действительно, это возникает, знаете, просто ощущение, ну, совсем неприятное. У нас по всему Подмосковью делают прекрасные подъезды в рамках губернаторской программы, а здесь дом, в котором, если женщина правильно говорит, 30 лет не было ремонта, и хоп, ребята, отдыхайте. Даже не ребята отдыхайте, а вы здесь отдыхаете, и мы вам сами сделаем, но не делают. Это же совсем неправильно. Антон, у нас, к сожалению, не так много времени осталось. Давайте последний вопрос. Мы вот с вами рассмотрим буквально кратенько, минуту за две, за три. Я так понимаю, что недавно, буквально в начале июля, вы начали работать с жителями ЖК «Гусарская баллада». У них там какая-то жуткая проблема с незаконной мусоркой, правильно? Да, это было одно из первых обращений, которые попали в нашу комиссию уже третьего созыва общественной палаты. Там проблема два земельных участка, на которые должна была быть построена школа застройщиком. Школа, естественно, не была построена, потому что застройщик был обанкротен. Земля не была передана муниципалитету. То есть земля сейчас находится в собственности Айжика. И когда застройщик уезжал, то есть они оставили за собой в наследство вот эти бытовки, строительный мусор. Плюс еще там какое-то время жили и нелегальные какие-то рабочие там. Они все это сваливали туда, мусор бытовой. В том числе и автобус стоял несколько лет, который недавно сгорел, и его никто не убирал. То есть он стоял там сгоревший. И поступило обращение от жителей Дениса Давыдова, 10. Мы оперативно выехали, посмотрели. Действительно, этот автобус пазик был. Действительно, он стоял сгоревший. Он представлял опасность для детей, потому что дети там лазили по этому автобусу было. Принято решение. Ну, связались с ГИБДД. Все узнали там все нюансы, кто собственник. И убрали, согласовали. То есть убрали этот автобус, то есть общественная палаца своими силами. Далее было написано три обращения. То есть это собственник у земельного участка Айжика с просьбой убрать этот участок. И технадзор. Московская область и Одинцова. Сейчас ждем ответы на эти обращения. Из Айжика уже со мной связывались. И что сказали? Я им выслал фотографии. То есть они были удивлены, что на этих участках такой мусор. И передали вот эти материалы директору Айжика. Ну, я так понимаю, вы где-то в течение... Обычно рабочий срок для таких обращений месяц занимает, если не ошибаюсь. Вы в течение месяца ожидаете ответа, правильно? Да. То есть сейчас... 59-й ФЗ. То есть буквально сейчас, в начале августа вы уже... Ожидаем получить ответ. Да, ожидаем получить ответ. Будем звонить. Сами контакты есть. Ну, действительно, да. Вопрос действительно, это неприятный, когда вместо школы вам под окнами строят... Даже не строят, а просто накидывают в восходе. Это опасно. В конце концов, там дети, они уже превратили эту свалку. Там играют. Да, антисентарии. Ну, я думаю, уже нет необходимости объяснять эту проблему. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приезжали. Как всегда, общение с комиссией ПЖКХ даже у наших телезрителей вызывает повышенный интерес. Сами видите. И мы, конечно, со своей стороны тоже будем пристально следить за тем, как вы будете разбираться с вашими вопросами. Спасибо, что приезжали. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили с комиссией по жилищно-коммунальному хозяйству. Затронули несколько очень интересных вопросов, тревожных на самом деле, по поводу мусора, по поводу дорог, детских садиков. Если у вас какие-то предложения, вопросы остались, пожалуйста, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84. Или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. У них на официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же адрес электронной почты, на которую вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи.